Всем привет! С праздником всех, с Рождеством! Несмотря на праздники, очень актуально приготовление ужина для семьи. И чтобы сделать что-то такое быстрое и не очень трудоёмкое, я нашла рецепт деревенского пирога. Что для этого надо? Картофель килограмм, одна луковица, полкило фарша говяжьего, два болгарских перца, смотрите какие шикарные, приблизительно 80 грамм масла, приправы это паприка, это пожитник, и я взяла по столовой ложке, мука 200 грамм и вот такие помидоры. Можно использовать цельные, ну так как у меня не оказалось в холодильнике, будем готовить с этим. Итак, приступаем к приготовлению. Для начала надо почистить и отварить картофель. Значит, я почистила и поставила отваривать картофель. Пока отваривается и мы ждём, мы начинаем готовить начинку. Для начала нам надо порезать и обжарить лук и перец. Отдельно мы будем обжаривать фарш. Отдельно мы будем обжаривать и обжаривать картофель. Отдельно мы будем обжаривать картофель. КАКОНОМЕЩАМЕНТЫ Субтитры делал DimaTorzok Теперь их убираем со сковородки в посуду. Добавим немного масла и будем обжаривать говяжий фарш. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавляем приправы. Начинка готова. Картофель сварился. Теперь мы его мнем. Надо хорошо промерать. Добавляем сливочное масло. Это будет наше тесто. Так, и добавляем муку. Меня удивил этот рецепт, что нет яйца. Потому что вот обычно, конечно, кладут в тесто такое и в клюцки, а это без яиц. Вот у нас получается. Сейчас оно чуть остынет. Мы сможем замесить тесто. Ждем, конечно, кичу, достаточно горячо. Но я решила все-таки начать собирать пирог. Так, 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 формируем стеночки. Так, так, формируем стеночки. Тесто очень приятное на ощупь. Такое очень эластичное. Так, формируем. Такие буртики. Так, формируем. В принципе, очень такой легкий и достойный рецепт. Мне вот даже нравится. Так, сформировала все и начинаю выкладывать нашу начинку. Ой, она даже пахнет вкусно. Такой вот аромат. Так, у нас еще досталось. Это помидоры. Помидоры мы выкладываем поверху. Как я поняла, чтобы не было сухо, чтобы был не сухой пирог. Так, открываем банку. Я хочу выложить и посмотреть, немного ли. А, шикарно. Они не такие вагинистые. Так, и начинаем раскладывать. Если вы используете свежие, то вам достаточно будет двух помидорок. Какой аромат. Дуня, тебе нравится? Пахнет. Так, и ставим в духовку на полчаса. Ставим на 180. Совсем скоро полчаса пройдет. И к моменту, когда я вытащу пирог, я хочу нарезать сыр. Вообще можно натереть твердый сыр. Но так как у меня не оказалось под рукой, я возьму такой команды и просто нарежу его ломтиками. И положу сверху. Вот такой сырок. Он что-то с грибами. И просто нарежу такими кусочками. Брусочками. Потому что он мягкий. И на терке его никак. Так. Достаю пирог. Так. Он у нас вот такой вот красивый. Как вкусно пахнет, да, Глеча? Вкуснятина. Так. И беру просто вот так вот разложу. И после этого он у нас еще допечется 10 минут. Вот. Я думаю, будет достаточно. Ну пахнет очень вкусно. Прямо такой очень вкусный ужин. Ну, может быть и обедом. даже я так думаю, что не стыдно и гостям такой пирог добавить. Так. Все. Сырку ставлю на 10 минут. 10 минут у нас прошло. И мы достаем наш результат. Ну, что я вам хочу сказать. Сыр, конечно, лучше бы твердый. А вообще идеально. Можно и ужинать, и гостей встретить не грех. Так что приятного аппетита. Хочу к вам обратиться. Пожалуйста, оставляйте свои комментарии. Я жду от вас интересные рецепты, чтобы мы могли расследовать удачный этот рецепт или не очень. А также подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал. Спасибо.